Дорогие друзья, приветствую вас на канале Кноптэч. Это рубрика создать свой шумовой синт. Меня зовут Данила. Я человек, который любит создавать эти шумовые синты. Это различные инструменты. Собственно, в этой рубрике я буду делиться некоторыми нюансами, с чего начать, как подойти к этому интересному занятию. Но обо всем поподробнее. Это наше первое пилотное видео. В нем мы рассмотрим необходимое меню инструментов, которые нам понадобятся в работе, знаний, которые нам будут необходимы не только в работе, но и в принципе полезны в жизни. Ну и некоторых навыков и знаний. Итак, поехали. Итак, что нам понадобится для сборки наших устройств первично из инструмента. Первонаперво нам понадобится поверхность, на которой мы будем работать. Нельзя ни в коем случае работать на столе, мы его обязательно изгадим. То есть, появятся у нас царапины, трещины. Лучше покрыть его стеклом, оргстеклом, либо использовать какую-то доску. В частности, как вот эта, например. На ней, соответственно, сверлить, паять, делать различную обработку и сборку. Далее, что нам понадобится? Нам понадобится и очень поможет испачная, контактная, монтажная платка. В чем смысл? Чтобы собрать какое-то устройство, протестировать его работу, нам нужно, соответственно, собрать его. Обычно собирается устройство, конечно же, уже на готовом разведенной плате, но это тратит очень много времени. Даже если мы будем использовать готовые заготовки, монтажные и спаивать их, все равно это будет очень долго. Данная плата очень экономит наше время и делает конструирование устройств, на самом деле, похоже на сборку какого-нибудь конструктора по типу LEGO. Сейчас вот эта вот одна панелька у нас, как идет ее логика. То есть, каждая линия вот посередине, это вот линия под циферным значением, это сплошные линии. То есть, они все являются одной общей шиной. Всего, то есть, у меня с каждой стороны 30 шин, 30 шин. Это общие шины питания, плюс, минус, минус, плюс. Сейчас у меня подключено минус, плюс, они у меня соединены в данном месте. Сейчас мы подключим, продемонстрирую, как это работает. То есть, мы подключили питание, плюс, плюс, минус к минусу. У нас есть светодиод и ограничивающий резистор. Соответственно, светодиод мы подключаем короткой ножкой, это минус к минусу, и вставляем в одну из шин. Вот, седьмая шина. К ней, соответственно, один вывод резистора, другой вывод резистора плюс. Все, у нас загорел светодиод. Таким образом собираем наше устройство. В случае, если устройство большое, то есть, там, допустим, 5 микросхем, очень много рассыпухи вокруг него, лучше заранее иметь дополнительные такие плавки. Они продаются обычно в любом магазине, радиоэлектроники. Стоят довольно-таки недорого. Можно заказать с Алиэкспресса вообще за 300 рублей и с комплектом перемычек. В качестве перемычки я использую обычные проводки. Тут особого значения это не имеет. Поскольку мы не будем работать, наше устройство работает в мегагерцовом, герцовом диапазоне. То есть, у нас не высокочастотка. Нам этот способ идеально подходит. Высокочастотные схемы не будут работать, поскольку здесь будут очень большие дополнительные емкости. Так, с этим разобрались. Далее, самая такая важная штука, которая нам понадобится, это мультиметр, тестер. Его называют по-разному. То есть, вот такой вот приборчик, которым мы будем проводить ряд измерений. Делать это довольно-таки часто. Как подобрать мультиметр? В принципе, для начала подойдет недорогой мультиметр. Единственное, что нам нужно будет от него, чтобы он мерил сопротивление. Обязательно нам будет нужна измерение емкости. Соответственно, измерение напряжения тока. Отлично будет, если у него прозвонка будет с сигналом. То есть, вот сейчас я поставил прозвонку, и он запишет при соединении. Это облегчает нам прозвонку схемы и контактов. Дорогой сразу брать не советую, потому что у каждого мультиметра есть определенные параметры. Лучше взять для начала недорогой прибор, универсальный, и позже, конечно, взять что-то посерьезнее. Но зачастую я пользуюсь вот этим мультиметром. На Алиэкспресс можно вообще за 500 рублей его найти. Да, еще хотелось бы сказать, очень круто, когда у мультиметра есть автоматическое выключение. То есть, если мы не пользуемся этим мультиметром 5 минут, он сам выключится. Это круто, потому что иначе у него будет очень быстро садиться батарейка. А про выключение постоянно все забывают, кто как бы этого не хотел. Также, не помехой, будет нам дополнительная функция в виде удержания данных на мониторчике. То есть, допустим, вот у нас какие-то данные есть. Мы нажали кнопку, все, они держатся. Дальше, что нам еще понадобится? Нам понадобятся различные контейнеры для хранения наших деталек. Замечательные подобные контейнеры можно найти в различных магазинах. Все по одной цене, все по 50. То есть, это контейнер с большим количеством отсеков, в которые мы, соответственно, разложим, допустим, конденсаторы пленочные, конденсаторы неукосные, тразисторы, диоды, резисторы, всякая мелочуха, механика и прочее. В принципе, для начала вполне хватит трех-четырех подобных органайзеров, чтобы разложить наши детальки. Немножко я расскажу о детальках, где их брать. Поскольку, если мы будем закупать детальки только для проектов, которые мы нашли в съемке, в интернете, либо где-то еще, у нас всегда будет дефицит деталей. То есть, в случае, если нам понадобятся нестандартные, вот у нас есть резисторы, там, 1 кВ, 100 кВ, 1 мегалом, а вот нам понадобится, допустим, 47 кОм. Где их искать? Для таких случаев я советую заиметь большой комплект сразу переменных подстроечных резисторов. Чаще всего с ними большая проблема. То есть, у этого резистора можно за счет вращения сменять сопротивление. И потенциометр, соответственно, также нам понадобится. Далее. Проводки. Какие проводки брать для наших вещей? В принципе, можно найти легко вполне подобные провода. Этот провод, движу его. Я его вытащил, наверное, года два назад из обрезка большого кабеля, через который обычно коммутирует интернет в подъезде. Там было много проводков. То есть, я все их соединял в белую и подцветную часть. И потихоньку навязать. Только он, единственное, имеет недостаток, он довольно-таки жесткий. Но, тем не менее, у него имеется один большой плюс. То, что его, если мы зачистим по краям, очень удобно использовать как перемычку для контактной платы. То есть, вот, удобный шнурочек как раз изготовлен из подобного провода. В качестве основного провода я бы всем советовал использовать самый распространенный, в принципе, его всегда можно найти в любом городе. МГТФ-шнур небольшой толщины. То есть, меньше миллиметра в сечении. В чем плюс этого шнура? Плюс его в том, что его удобно зачищать. Многие не знают, как это делать правильно. Но принцип достаточно прост. Если мы просто возьмем зажигалку и подпалим его конец, проводка не будет плавиться, не будет гореть, она будет укорачиваться. Вот здесь вот видно как раз обожженный конец. Соответственно, далее мы его просто обложиваем паяльником и можем применять. Для монтажных различных целей сборки устройств, коммутации самый замечательный, потому что он очень мягкий, многожильный. В принципе, ни разу не подводил. Далее, что нам еще понадобится? Стандартные вещи такие, как канцелярский нож, пускогубцы и бокорезы. Бокорезы нам понадобятся в частности для того, чтобы отрезать ножки. в паяльник деталей. Также не помешают различные надфили для зашкуривания, чистки маленьких изделий. Обязательно нам понадобится хорошая линейка точная, штангенциркуль, набор различных маркеров. Одно важное условие. рисунок маркера не должен смываться водой. Как-нибудь попозже я объясню, почему и как это помогает. ну и в частности нам, конечно, для пайки уже понадобятся паяльники. Две штуки минимум. Я, например, использую вот эти два. Один хороший японский с необгораемым жалом на 40 Вт паяльник. Я его использую для монтажа, для сборки, для аккуратной пайки. Второй паяльник дешевый, в данном случае вообще сломанный уже, с медным жалом. Он стоит 50 рублей, в магазинах все по 50. Его я использую для демонтажа. Для демонтаж, собственно, важная вещь, о которой тоже хотелось бы рассказать. Часто бывает так, что даже покупая запасом на одну-две детали в радиомагазине, никогда не знаешь, какие детали тебе понадобятся. Еще для экспериментов, для различных опытов. Соответственно, демонтаж, вот в данном случае, замечательная вещь. Выброшенный на помойку телевизор, это не только мусор, но и где-то рублей 500-600 деталек, причем неплохих, в зависимости от типа техники. Особо ценятся японские телевизоры 90-х годов, потому что у них очень качественная компонентная масса. Нас не интересует пенископ, там различный пластик. Нас интересуют именно платы, и просто берем, выпаиваем их с них сразу в детали, и складываем отдельно. Обязательно складываем отдельно. Почему? Потому что, если мы все-таки будем в итоге делать что-то на продажу, либо для друзей, именно в таких приборах, то есть для кого-то, ни в коем случае не должно быть вторично использованной детали, потому что они могут обеспечить нам брак, нам бы не хотелось такого. Далее, к паяльникам нам понадобятся паяльные основные принадлежности, такие как кайфоль и овова. Овова нам понадобится, поскольку она бывает разных маркировок, нам понадобится после 60. Также очень советую приобрести или просто найти где-нибудь в такие пакетики, в них удобно складывать детали. Для уже изготовления плат нам понадобится текстолит, нам понадобится обязательно мелованная бумага, например, из какого-то журнала у меня выдранная, на другой стороне у меня отпечатаны значки, которые также можно наносить на текстолит и потом его вытравливать. Травить текстолит я бы советовал плотным железом, вот у меня баночка, допустим. Хватного железа хватает на очень долго. Для различных очистных работ использую бензин, калошу и ацетон. Если будет вам интересно, пишите, пожалуйста, в комментарии. Я, возможно, создам обучающий видеоурок, также, как травить качественные платы в домашних условиях. Также нам понадобится, подскольку мы будем делать часто сверление, резку, очень поможет нам в этом бармашинка с гибким валом. Можно как дремель, я лично использую китайскую за тысячу рублей, даже если она сдохнет, я могу купить еще и еще и еще, и это будет выгоднее, даже чем дремель. Во всяком случае, поскольку она работает у меня очень долго. Но есть недостаток. Дремелями и бармашинами удобно резать текстолит, удобно сверлить, но неудобно, невозможно вообще делать нормальную сверловку. Для этого, конечно, нам нужна будет любая, в принципе, самая даже слабенькая дрель для электронных устройств обычно больше вы не нужны. Поскольку мы будем работать, добыть, отрезать отрезными дисками текстолит, обязательно приобретите, конечно же, очки. защита никогда не помешает. Подобные очки можно в любом ставить в магазине за 100 рублей купить. Само собой нам понадобятся различные отвертки, большие, маленькие, лоские, крестовые. Это, в принципе, обычно и так у всех бывает дома. Теперь немного поговорим о теории, которая нам понадобится, чтобы делать свое устройство. В принципе, она не сложна для начала. Первое, что нам понадобится, обязательно это изучить закон Ома и входящие и выходящие из него вещи. Собственно, это что такое напряжение, что такое сила тока, что такое сопротивление и что такое рассеиваемая мощность. ток. Далее нам понадобится поскольку видов деталей на самом деле их не так много, если честно. Но нам нужно понимать, что это за детали, что они делают и какие они физические функции выполняют. То есть, допустим, диод проводит ток только в одну сторону. резистор снижает ток, частично снижает напряжение. Конденсатор запасает себе заряд. Что касается, например, транзистора, то это уже сложнее. Но в целом можно в общих чертах сказать, что транзистор может выступать как усиляющим элементом цепи, то есть усилять ток слабо и сильным. Либо работать в режиме включаем. То есть открываться и закрываться. Соответственно, пропускать заряд и не пропускать. Что касается микросхем, микросхема бывает абсолютно разной, с абсолютно разными назначениями. Но вся суть использования микросхемы довольно-таки простая. На каждой микросхеме есть документ от разработчика, в котором описаны все параметры данной микросхемы и что она делает. Какое напряжение ей нужно, какой потребляемый ток, и в котором собственно описаны принципы ее действия и функционирование, и включая схемы, в которых она может применяться. Но ими она конечно же не ограничена. Допустим простейший операционный усилитель, подобная микросхемка, хотя-таки бывают тысячи, она может использоваться в очень большом количестве, просто колоссально различных, совершенно не похожих друг на друга устройств. В принципе, в плане теории больше особо даже сказать нечего. Обязательно подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу, где собственно можно увидеть все то, что я делаю сейчас, и какие-то темы посмотреть, что будет дальше. В следующем видео мы начнем рассматривать первое устройство, собирать его, слушать и смотреть как его можно изменить, что можно получить из простейшего устройства, как модифицировать. Это будет генератор шума на PM. переходит основанный эффект с двумя усилителями, в принципе простой устройство на трех транзисторах, сразу скажу, но очень вариативно, из него можно сделать много устройств.